...из нас 33 года Кеслеру, и с боя против Андреа Уорда прошло уже два с половиной года, и за это время лишь два боя провел Кеслер. В какой он сейчас в форме находится, вот большой вопрос, на который нам нужно получить ответ. Алан Грин на ваших экранах, его вес официальный 77,9 килограммов, не дотягивает он до лимита полутяжелого веса, но еще меньше весит Микель Кеслер. Еще меньше он показал на взвешивании, вполне умещается в рамке суперсреднего веса, но тем не менее на кону серебряный пояс WBC в полутяжелой весовой категории. Вы знаете, вот для меня до сих пор вот сколько и наблюдаю бокс, и узнаю о всяких подковерных штучках, о борьбе подковерной, о возможностях продвижения своего боксера промоутерами без боев. Вот для меня загадка, как даже такой заслуженный боец, как Микель Кеслер, многократный чемпион в суперсреднем весе, может без боя стать претендентом и занять высокое место в рейтинге следующей весовой категории, ничего там не добившись. Ну поэтому это пояс и серебряный, ни золотой, ни бриллиантовый, как сейчас принято. Очень много поясов. Так вот, ну, скажем так, по иерархии рейтинга WBC, наверное, это бой за второе и третье место. Но в рейтинге стоит на первом уже Чат Доусон чемпион, Микель Кеслер занимает первое место. Кеслер фантастически устроился хорошо на этой строчке, всем остальным пришлось потесниться. Алан Грин, боец, которого любят телевидение по прозвищу Пес-Призрак, 32 года, он чуть-чуть младше Кеслера. И встречался, побеждал также очень хороших соперников. Но в его пассиве три поражения, хороший опыт приобрел. Вспоминается и его рубка с Эдисоном Мирандой, когда и тот, и другой побывали в нокдаунах. И бой с Андре Уордом, самый тяжелый в жизни Алана Грина, потому что совершенно деклассировал его Уорд. Ну, а в следующем бою, который состоялся через пять месяцев, ветеран из ветеранов Глен Джонсон нанес первое и единственное поражение нокаутом. Хотя Алан Грин лидировал в этом бою по очкам, но не доглядел немножко и в восьмом раунде был в поверге. Вот как раз Алан Грин боксировал и в суперсредний вес и в полутяжелый, так что ему несложно подняться в следующую весовую категорию. После того, как не смог он ничего добыть в турнире супершестерки и просто проиграл еще и для Джонсону. Но вот теперь против него соперник не менее сильный, если бы бой пришелся на рассвет Кеслера. А вот Кеслера-то болтануло и очень прилично. Это нокдаун. Очень тяжелый причем. Точно в подбородок. Несмотря на все улыбки, мы понимаем, что состояние Кеслера близко к нокауту. Почему не бросается вперед Грин? Смотрите, в три раза стал Кеслер медленнее. Все-таки дерется. Зачем давать паузу противнику? Неужели не понял Алан Грин, что сейчас происходит с Кеслером? Слово «зачем» можно сказать, наверное, 10 раз. Зачем он вышел в этой весовой категории, хотя весит как средний вес. Это первое. Зачем он согласился на этот бой? Два. Зачем он просто-напросто перешел в другую весовую категорию и сразу дрался за титул? Есть много вопросов, но Кеслер – это супер боксер. Наверное, за последние много лет он самый популярный, самый значимый боксер в этой стране. И вообще во всем мире его знают. Он много боев провел и в Америке, и в Канаде, и в других странах. Завоевывал большие титулы. Вот он, этот прямой правый. Заболтался Кеслер. И осталось только добить или просто толкнуть его. Да, просто толкнуть. Неужели не поверен Ланан Грин, что он точно попал и что сейчас можно бой закончить в свою пользу? Потому что в конце раунда Кеслер достал противника и достал достаточно жестко. Удар у него приличный. 44 победы, все-таки не будем забывать и 33 нокаута на счету Микеля. Отойдет ли он за эту минуту, ему очень тяжело это видно. Но американец очень сильный, бесспорный. Все-таки он моложе. Ну, разница в один год и тяжелее. Не слишком существенно. А вот то, что он тяжелее и то, что Кеслер провел за свою жизнь большее количество поединков, это тоже сказывается. Какой-то Кеслер замедленный. Он какой-то не такой. Понимаете? Мы видели его в лучшие годы, в лучшее время, когда он просто блистал. Он был очень быстро. Он здорово передвигался. И не набрав особо массы, он потерял скорость. Вот как раз в то время, не так уж много средневесов было из Европы. И он просто удивлял, когда выступал в США, удивлял американских зрителей, да и вообще весь мир тем, что побеждал. Но Грин не спешит. Никуда не спешит Пес-призрак. Такое чувство, что Грин все понятно. В каком состоянии сейчас Кеслер, он не отойдет. И он только выбирает момент, чтобы точно так же точно попасть мощным ударом, свалить соперника. А потом уже как будто он не хочет его просто добивать. Он хочет его нокаутировать одним ударом и все. У Кеслера всегда было желание драться достаточно часто. Но вот эта пауза, когда он за два с половиной года провел лишь два поединка, наверное, на нем не очень благотворно сказал. Да, два последних боя он выиграл. Но до этого жесточайшее поражение от Андре Уорда. Уорд. Несчастливый боксер как для одного, так и для другого. Ну, действительно, Андрей Уорд – звезда современного. Пришел в себя Кеслер, посмотрите. Он стал другим. Вот такая была двух минут на паузу. И, в общем-то, виноват в этом. Это стало видно по глазам. Он стал другим совершенно. Какое-то мгновение. Стал увереннее, стал быстрее. Наконец-то он увидел соперника. Он просто отошел сотрясения. Грин дал ему прийти в себя. Сам виноват. Может быть, по итогам этого поединка, после него, будет корить себя. Что же я не добил его, когда мог? Вот Кеслер никогда не проигрывал нокаутом. А вот прилетело в обратную сторону. Кеслер никогда не проигрывал нокаутом. Всего лишь у него два поражения. А Грин проигрывал единожды из трех поражений. У него один проигрывал нокаутом. Да. Но, с другой стороны, вот, когда проигрывал Кеслер Уорду... Все-таки решение было техническое принято. Но оставалось совсем немного Кеслеру до того, чтобы попасть в нокаут. Грин. Поехали. Поехали! Поехали. 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 Крови у них цепляться в раненую добычу. Он потерял шанс в первом раунде, на самом деле. И объяснить я это логически никак не могу. Знаете, не знаю, как судьи считали второй раунд, но Кейстер, конечно же, был у Грина такой стоячий нокдаун, причем очень тяжелый выстоял он. Но вот этот удар, наверное, решил эскот второго раунда. Несколько удачных серий провел Кейстер сначала. Вот еще один боковой удар. Посмотрите, добивает. Он умеет это делать. Вот это качалка называется. То в ту, то в другую сторону. И сейчас я уже вижу, что Грин является легкой добычей. Не потому, что он в гостях, а потому, что... Грин приглашает. Как бы Кеслер говорит, ну иди, ну покажи. Ну попал, да, ну еще попади, попробуй. Ну а что в этой ситуации делать? Если он не может точно контратаковать и встречать, тогда он каким-то образом играет на соперника, на зрителей, на судей. Не очень. Мне, честно говоря, импонирует передвижение Грина по рингу. Такие они, на мой вкус, замедленные. Не очень пластичные. Вот она. Вот сейчас я вижу того Кеслера, которого мы привыкли видеть. Которым когда-то восхищались. Практически не работает корпусом Грин, превращаясь в такую достаточно легкую мишень. Но он выше ростом. Очень, очень сильный левый боковой у Кеслера. Мы это уже видели несколько раз. Ошеломил своего соперника этим ударом. Такой на прыжке неожиданный совершенно. Вы видите, он часто атакует джебом в туловище, как бы выманивая его опустить руку. А потом на прыжке бьет боковой. Но у него очень сильный прямой правый. И тем же самым джебом в туловище он выманивает Грина опустить левую руку, чтобы атаковать точно в голову. Закончен третий раунд. Ну что ж, прекрасный бой мы с вами наблюдаем. Который бесспорно за Кеслера. Третий раунд, да, за Кеслера. Рон Рисов просит от Грина, ты так же бей по корпусу, бей и джеб по корпусу. Пусть она ощутит твой удар на себе. Такая непонятная гематома сейчас у Грина над правым глазом. Вероятно, это было от этого удара. Да, вот почесал глаз. Какая-то такая шишка, которую я видел, как Кэтмен раздавливал синяк. И он не мог это сделать. В конце концов, эта опухоль может увеличиться и глаз закроется. Понятно, рано об этом еще говорить. Как будто мне было всего лишь четвертый раунд. И умелые специалисты Кэтмена и Секунанта сделают все возможное, чтобы облегчить боксеру его нахождение. Вот это да! Мощнейший левый боковой, который мы ждали. Это страшный нокаут. Неожиданный резкий. Не стал считать нокдаун до конца. Он вынимает капу изо рта Грина. И не позволяет тому встать. Просто не понимает, где сейчас находится Алан Грин. Я в шоке. Честно вам скажу. И вроде бы все. Песенка Кэтмена была спета. В первом раунде можно было заканчивать этот бой. И вообще его песенка после его неудачных выступлений, после его перехода в другой вес. Ну, в какой смысл? Все думали, для чего он это делает. И вот вам, пожалуйста. Совершенно неожиданная концовка. Да, Кеслер. Оказывался потихонечку сильнее. Да, набирал очки. Но что он так эффектно закончил бой? Праздник. Праздник в лагере Завланд. Так рано. Потому что не был, в общем-то, потрясен. Не был вымотан. Алан Грин. Сил у него еще оставалось предостаточно. Американец до сих пор в нокауте. Он лежит и не может прийти в себя. Ему даже не пытаются дать встать, потому что... Посадили вроде бы. Он этого сделать не может. Вот врачи уже подошли. Колдует над ним. Понятно, это на штыр. Это чистая вода. И, возможно, налет на затылок. Ну и аплодисменты Микелю Кеслеру. Выдал он потрясающий нокаут. Я не удивлюсь, если по итогам этого года журнал «Ринг» назовет именно этот удар нокаутом года. Потому что это титульный бой. Давайте посмотрим повторы. В один удар. Чистый нокаут. Без всяких. Вот он. Финт и удар. Финт и удар. То, к чему кланьон. Все три раунда. Как будто он атаковал в туловище, посмотрите. И как-то повернул удар в голову. А «Грин» опустил руку в этот момент. Правую руку. И челюсть осталась открытая. Просто срубил своего соперника сейчас датчанин. До сих пор еще не пришел в себя «Грин». Идет поздравлять уже бывшего оппонента. Ноги ватные до сих пор у «Элона Грина». Даже Баффер в шоке. Посмотрите, он не ожидал. Баффер не ожидал такую быструю концовку этого поединка. Ну что же. Праздник сегодня в Дании. На улице Микеля Кеслера. Ну а как пойдет в дальнейшем его карьера? 45-ю победу он одержал. 34-й нокаут записал на свой счет. Но что будет дальше? Неужели же пойдет на бой против Чеда Доусона? Чемпиона WBC в полутяжелом весе. Или вернется в суперсредний вес? Насколько быстро. Даже в замедленном действии видно, насколько быстро он и точно это сделал. Вот что называется поставленный удар. Натренированный. Такой обводной. Только увел руку. Только подготовил свой удар Аллен Грин. Или пытался защититься от удара по корпусу. Что интересно, он в этот момент, перед тем, как ударить, посмотрел на туловище. И, конечно же, Грин думал, что он снова будет атаковать в живот. Нет. Удар пришелся в совершенно другое место. В то, в которое совершенно не ожидал американский боксер. Он не просто ничего не запомнил, он ничего, во-первых, не увидел, ничего не понял. И встал, когда уже его сопернику вешали пояс чемпиона. Серебряного чемпиона WBC. Благодарит за бой Микель Кеслер своего соперника. Но Аллен Грин пребывает в шоке, в расстроенных чувствах. И пока даже не приступил к анализу того, что произошло. В голове, наверное, такой шум сейчас стоит. Да. Ну, никто не ожидал такого быстрого окончания. Поэтому никто даже не пытается расходиться из ринга. Тем более из зала. Все стоя наблюдают, как бы, в преддверии продолжения. И постепенно понимая, что все закончилось. Их боксер стал чемпионом. А ведь, казалось бы, долгий процесс подготовки. Именно на Микеля Кеслера шел Аллен Грин. И под руководством прекрасного тренера Джона Дэвида Джексона. Он сейчас занимается бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях. Был шанс завершить. Повторю это. Был шанс. Вы совершенно правильно сказали. Упустил он момент в первом раунде. Почему-то не стал добивать. И даже видавший виды Майкл Баффер подошел. Успокаивает. Каким-то образом успокаивает своего соотечественника. Майкл Баффер умеет находить нужные слова. И он умеет дружить со многими боксерами. Действительно, они считают его своим другом. А он и своими друзьями. И такfield беру 7. В первом раунде. Во madом вкупе номер 4. Хayanply на Кource. Майкл Баффер! Аплодисменты воину-викингу Микелю Кеслеру.